Всем привет, меня зовут Юля, я живу в Черногории, в городе Бар. Меня сегодня пригласили на обед, и мы выбрали ресторанчик с пиццей возле моря. Вот эта пицца называется капричоза, а вот эта пицца называется прошутто. Вот такой выбор здесь пицц. Я заказала прошут, а мой знакомый заказал капричоза. Вот этот ресторанчик всегда полон, гриль и, наверное, пицца называется. Всегда здесь много людей, находится прямо напротив моря, напротив причала. Сейчас попробуем, как здесь пиццу готовят, посмотрим. Кафе очень понравилось, знаете почему? Потому что там классные мелодии. Такие старые, я, по-моему, в детстве их слышала, супер. Плюс тень идет, плюс хорошее обслуживание, плюс реально вкусная пицца. Ну, руколу они, конечно, положили уже старую, можно было вообще не ложить. Видите, людей немного, потому что все на работе, да, люди работают. И причал, конечно, красивейший. Так соскучилась за этим местом. Вроде бы, ну, была, наверное, неделю, может, две назад, и все равно. Море есть море, оно никогда не надоедает. Смотрите, какая красота. Я все-таки решила попробовать воду. Ну, я не буду плавать, естественно, но ножки помочу. Так что идем на море. Идемте пробовать воду. Знаешь, как вот, ой, до 20 лет, и до 20 лет, и кистом очень вернусь. Ой, щи. Так, идем. Ой, море. Какая красота. Сссс. Вообще. Я пота. Слушайте, можно плавать спокойно? Нету сильно еще холодной воды. Люди по парам плавают. Не, ну, в любом случае, по парам лучше плавать, потому что вдруг там что-то, как-то называется, прихватит. Корч. Загорает себе. Конец сентября. Теплынь. Реально можно загорать спокойно. Красота. И главное, что здесь вот близко порт, да, и, ну, можно подумать, что здесь бензин, вот это все, нет. Оно видно туда, когда-то идет вдаль, не знаю. Ну, круто. Очень классно. А водичка теплая. И под конец сезона, понимаете, или помочит ноги в воде. Смотрите, приколистые вытащили на крышу. Не знаю, правда, кто там сидит, болтает. Может, просто поставили, но вряд ли так спрятали. Как они туда залезли, конечно. Артисты, видите. Бабушки, дедушки идут плавать. Очень классная вода. Вода просто супер. И время. Мы зашли в Ля Петит Макарун. Киндер чизкейк, мой любимый. Я говорю, сникерс чизкейк, она говорит, у нас нет такого. Я говорю, а киндер, она говорит, есть. А, все, значит, я просто перепутала название. Капучино. Мой знакомый взял фруктовый. Не знаю, что. Малина. Малиновый. Видите, хорошо здесь вообще. Он говорит, что утром, в воскресенье пришел сюда, говорит, все занято было. Вообще просто ни одного свободного места. Ну, видимо, очень вкусный завтрак тоже здесь. Я вам показывала это кафе. В середине обалденные оформления. И зимние вообще чудесные. Чудесные. В тортике здесь инжир, хурма и малина. То есть здесь нет сахара. Если честно, вот в этот раз киндер очень был сладкий. Ну, прям они перестарались. Почему-то вообще не такой, как в прошлый раз. Я еле доела. Да, он говорит, что вот тут нет сахара. Это очень хорошо. Но ничего хорошего. Нет, вкусный. Если честно, очень вкусный. Если бы он сказал, что нет сахара, я бы не поняла. Ну, кисло-сладкое такое. Мало кофе. Что-то вообще маленькие стаканчики, если честно. То есть даже половину торта не успеваешь есть, как уже выпиваешь кофе. Это капучино был. Но они подают вот такие большие стаканы воды. Это классно. Как раз нормально. Всем привет. Мы сейчас приехали в Утеху. Первый раз я здесь. Вот такой здесь пляж. Утеха находится, если по дороге смотреть, за добрыми водами. То есть бар, добрые воды и потом Утеха. Конец сентября. Вот столько людей на пляже. Но я думаю, что днем было больше. В любом случае. И здесь на набережной сразу идут кафешки. И там отели сверху. Ну что, будем пробовать, какая здесь водичка. Одни камни песка вообще не. То есть вода чистейшая. Правда, вот лежать на таких камнях, я не знаю, ли удобно. Я что-то сомневаюсь, потому что они прям очень крупные, очень большие. Там немецкая пара сидела, говорит, это как сан-труппе. Чтобы не знать, что я как слечу сейчас туда. А костыля, знаете, мне очень удобно так засовывать, и все равно, и все. О-о-о. О-о, нет. А, кстати, здесь холоднее вода, чем вчера была. Может, потому что здесь глубже. Хотя в баре вообще-то яхты стоят, Юля. То есть там по-любому глубже. Не знаю. Мне показалось, что вчера было теплее вода. Здесь прям холодное. Здесь прямо холодное. А вы заметили, что здесь даже платного пляжа нет сейчас? Может, уже всюду разобрали? Нет, в баре вчера было, по-моему. Я что-то не обратила внимания. Короче, красота. Единственное, что нужно, что-то мягкое брать, на чем лежать. На камнях много не полежишь. Такие домики интересные там, вот эти маленькие. Не знаю, что это. Наверное, какие-то кафешки были. Если стоять долго, то, конечно, уже тепло становится. Многие. Хорошая водичка. Вообще, красота. И вот такие здесь кафешки. Истанбул. Я только сейчас увидела Истанбул. Представляете? Гирос, это означает шаурма. Шаурма это означает. И еще один ресторан. То есть маленькое место. Совсем маленький пляж. Может, даже платного нет, не знаю. Может, все тут бесплатно. Такая вот комедия здесь. Пришел, понюхал костыли. Смешной такой. Вот такой красивый закат в утехе. Я сейчас познакомилась с Украиночкой, которая меня спасла. Я подошла к морю попробовать водичку, знаете, а выйти не могу. То есть начинает камни съезжать и все. Ее парень, он недавно поломал ногу, тоже ходил на костылях. И он увидел, что мне нужна помощь. Он понял сразу. Говорит, подойди, скажи ей, ну, типа, чем помочь. Но он быстрее пришел, поднял. И уже потом она спрашивает, вас до конца пляжа довезти? Я говорю, если можно. Я не думала, что опускаться нормально на костылях. Подниматься тяжело. Вот, поэтому я очень ей благодарна. Хорошо здесь, так спокойненько. Единственное, вот я спросила, как вода. Он говорит, что-то темное, какая-то пена. Говорит, грязная немножко. То есть они живут в Петровадсе, там, говорит, намного лучше вода. И я вот когда попробовала воду холодная, и мне знакомый говорит, ну, так это ж называется место, хладный, уволен или как-то так. Ну, то есть холодная вода. Это сейчас утеха, говорят. А так это была холодная вода. Видно, где-то есть или источники, или какие-то течения. Ну, чтобы вы просто знали. Вот такая утеха. Вы посмотрите, какая красота. Солнце зашло, стало темнее. А потом солнце такое, да нет, но я еще немножечко посвечу, как бы, да? Еще немножечко красоты дам. Вообще, обалдеть очень красиво. Мы сейчас проезжаем добрые воды. Ну, то есть, если зимой здесь вообще почти ничего нету. Да, конец сезона, но все равно как-то. И магазины, и-то все. В утехе вообще не въел где-то магазин. Видите, в добрых водах сколько отелей. Вот просто вы едете, уже пять прошло. То есть друг на друге. Поэтому, когда сезон, настолько много людей на пляже. Вот Натали приехала с мужем, с детками, говорит, Юля, нет, мы посмотрели и вышли. Потому что, ну, негде ложиться. Центральное место занимать платный пляж. А по бокам, где только можно пристроиться, пристраиваться. Ну, просто места мало. Но зато отелей море. Видите, все вниз идет. В этом еще проблема добрых вод. А у тех они так низко, по-моему. Не. Не. А вот у добрые воды прям вообще вниз. Да, не знаю, за что я у вас вышла копта. Я думаю, что это за волны такие? А это буйки так, как будто волны. Видите, какой закат на все море сегодня. А здесь, видите, платный пляж есть еще в добрых водах. Мы не смогли дальше поехать, потому что там знак. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки. Подписку, комментарии. Всем вас желаю мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, чтобы Иисус Христос всегда был в вашем сердце. Пресвятая Богородица покрывала своим аммофором. И Англо-хранитель всегда вас оберега. Целую. Продолжение следует. Продолжение следует...